Привет, меня зовут Антон, я из Цельса. На прошлом фесте мы рассказывали о том, с какими проблемами в данных сталкиваемся, а на этом мы рассказываем о том, как мы с ними боремся. Моя часть будет посвящена тому, как мы их храним. Я попробовал вам рассказать путь, который мы прошли за три года. Вообще, за три года мы проделали путь от одной ML-системы, которая попала в продакшен, это маммография, до аж пяти систем. Общий объем данных, которые прошли через нашу систему, это порядка двух миллионов. Данные довольно разные, как, например, флюорография, это просто один снимок с каким-то описанием патологии. Маммография, здесь уже к одному снимку добавляется еще одна проекция CCMLO. Так, у нас есть и 3D-данные, которые на одно 3D-исследование, например, легких, может приходиться до 300 слайсов. Кроме самих данных, различные еще и аннотации. Это как и б-боксы, так и маски. Бывают какие-то очень маленькие узелки, отмечаются точками. Также есть классификация на весь снимок, так и на все исследование. Все это усложняется тем, что каждое медицинское учреждение может этот формат немного менять, и он будет немного различаться. Мой доклад я хочу построить на такой, как исторической последовательности. Вот перед вами изображен объем данных по проекту ММГ, который мы использовали от начала проекта до сегодняшних дней. Объем проезжается в гигабайтах. Начинали мы от нескольких сотен гигабайт, сейчас у нас их порядка 3 терабайт. Итак, расскажу самое начало. Это отмечено красной точкой. Это этап исследования. Когда мы только начали создавать продукт, мы, как и все люди, побежали искать открытые датасеты. Это карго, какие-то, может, другие соревнования или какие-то медицинские исследования. Все эти датасеты хранятся в разном формате. Но чтобы с ними адекватно работать, их нужно каким-то образом перевести к одному, к единой точке, чтобы продолжить. Например, что-то обучить. Такой самый простой способ – это преобразовать все эти датасеты в один формат в коде. Написать такую обертку для каждого датасета. А в Python это называется датасет-класс. Ну, собственно, это и мы и сделали. Можем с этим работать. Ну, а второе важное действие, которое нужно было сделать – это сохранить эти датасеты где-то у себя. Так как данные – это часть продукта. Это мы и успешно сделали, воспользовавшись облаком. Ну, время идет. Количество датасетов растет. И в дополнение ко всему у нас появляются свои разметчики, которые каждый датасет могут приразметить. И у нас получается у одного датасета может быть несколько версий. Такая схема становится довольно неудобной в использовании. Так как, например, у нас 10 датасетов, 10 оберток. Если у нас меняется, например, название класса какого-то, с которым мы хотим работать, нам нужно поменять это название в 10 местах. Приходим к выводу, что, наверное, было бы удобнее иметь всего лишь одну обертку и все данные иметь в одном виде, чтобы уже об этом не париться. Так и сделали. Перевели их, ну, вот в нашем случае мы перевели их в XML. Окей, перевели. Но у этих датасетов меньше не стало. Их стало, ну, там, довольно много. И уже даже если ты постоянно поработаешь с проектом, начинаешь забывать, что хранится в каждой папке. Да еще и по несколько версий. Помним, что у нас все хранится в облаке. Решили добавить какую-то версионность. Открытый фреймворк и очень удобный с данными, такой распространенный, называется DVC. Его суть довольно простая. Мы к каждому коммиту привязываем какие-то данные. И, например, если мы хотим воспроизвести эксперимент, переключаемся на коммит эксперимента, и данные автоматически подсасываются, которые нужно и использовались в этом эксперименте. Вроде звучит удобно, но есть небольшая деталь, из-за которой мы не смогли пользоваться этим фреймворком. Он хранит кэш. Ну, представим ситуацию. Мы переключаемся с одного коммита на другой. Мы делаем это в течение дня несколько раз. А было бы удобно каждый раз не обращаться к S3, а хранить это все в кэше. Все данные, которые попали на компьютер, сохраняются в кэше. Ну, так и сделали DVC, посчитав это удобно. Но, так как наши данные весят много, они медицинские, это не обычные картинки, а далеко. Тво довольно быстро жесткие диски заполнялись. И из-за этого нам пришлось отказаться от этого фреймворка. Окей, все хранится на S3, но хочется добавить вот этой версионности какой-то структурки. Мы добавили несколько папок. Например, в RO хранится только вся сырая датка. Как только она нам пришла в использование, мы ее сохранили. Если мы ее преобразовали к общему виду, она уже становится обработанной, и попадает в папочку «Процесс». Если у нас есть какие-то промежуточные вычисления, например, чтобы эксперименты начинать не заново, мы предсохранили какие-то фичи, и дальше мы будем их использовать для более быстрого проверки гипотез. Мы их складываем в папочку «Интерим». А все данные, которые как-то важны для проекта, но не являются напрямую данными в обучении, мы складываем в папочку «Экстернал». Вроде структура есть, но все равно датасетов там много, и нужно как-то в них ориентироваться. Для этого мы добавили датасет карты. Это такое в Google Доке текстовое описание каждой папочки, в которой находится пример снимка, его разрешение, какие классы, ну и общее количество. Впоследствии мы преобразовали эти Google Доки в Юпитер ноутбуки для более быстрого, ну какой-то аналитической работы. И если в случае чего можно выгружить в HTML и тоже закинуть в какой-то там общий мессенджер, чтобы быстро посмотреть. Время идет, количество датасетов все растет, разметчиков все прибавляется, и в какой-то момент мы понимаем, что начинаем тонуть в данных. Появляются уже даже не технические проблемы, а какие-то проблемы с коммуникацией датати. То есть они не знают, какие нам данные сейчас нужно разметить, и это должны сделать мельщики. А у мельщиков нет времени, потому что они заняты проверкой экспериментов. Потому что надо потратить свое время, посмотреть какие данные, возможно их очистить. Уже такие какие-то проблемы. Софтовые больше. Следующая большая проблема, это то, что данных уже настолько много, что просто объем этих данных не докидывает. Уже нужно смотреть в качестве. И такая третья проблема большая, что с данными уже хотят работать не только мелькоманды, но и другие команды. Мы приходим к выводу, что нужно сделать какую-то реформу относительно данных. И вывели для себя несколько принципов. Во-первых, это хранилище данных должно содержать актуальные и чистые данные, которые мы уже берем и используем в нашем продукте, не думая о том, что там есть какие-то там, ну какие-то ошибки. Второе, это должен быть понятный и удобный доступ до этого хранилища, чтобы было приятно с ним работать. И последнее, так как хотят работать другие мелькоманды, возможно делать какие-то свои дата-продукты, это ну типа дашборды, например, то вот нужна какая-то возможность удобного диплоя этих продуктов. Назвали мы это все, вот эту нашу такую идею, мечту дата-платформы. И сейчас я вам последовательно расскажу, как мы ее реализовывали в жизни. На первый момент времени дата-платформы представляла просто набор папочек, в которых сложно ориентироваться человеку не из e-mail, не тому человеку, который у него постоянно копается. Также, чтобы отправить какой-то, сделать какой-то аналитический запрос, нужно потратить лишнее телозаближение. Ну, например, пробежаться по этим всем папочкам и считать информацию. А если это еще и в облаке все происходит, то мы еще и копеечку за операцию чтения заплатим. Неудобно. Хочется добавить какой-то структурки. Ну, мы решили оставить данные, какие есть в папку, но описать структуру для всяких запросов в виде базы данных. И так как у нас проекты в целом похожи, это какие-то медицинские данные, то мы решили сделать эту единую базенку для всех проектов. Ну, примерно объясню, какая логика в этой базе. Человек приходит в больничку, он делает исследование. Исследование может быть разного органа, может мозга, может груди, может всего чего угодно еще. Это исследование может быть произведено в разных проекциях. У нас получаются снимки. Так как человек мог прийти несколько раз, например, сегодня, год назад, два года назад, у нас появляется история снимков. И на каждый снимок у нас есть какое-то количество разметок. Ну, где введены какие-то патологии. Кроме того, мы добавили информацию о том, что за разметчик это сделал, из какого медицинского учреждения пришел этот снимок. И какая-то информация о пациенте, его пол, возраст и так далее. Так как все эти снимки используются у нас при обучении, мы должны сохранить и эту информацию. Какую часть пайплайна участвовало это исследование. На словах и на условных картинках это все просто, но это вывалилось в такую вот большую схему с сложными связями. Но, в целом, здесь все те же самые части и остались. Красная это про исследование, розовая, например, про спиты, синяя про разметчика. Но та же самая схема. Итак, давайте подытожим. У нас есть какая-то структурированная информация о данных в базе данных. Мы используем Postgres. Все дайкомы, вот эти тяжелые изображения, хранятся также в папочной структуре на S3. Ну, вот незадача. Мы для обучения используем локальный сервер. И если будут все наши данные храниться в облаке, то мы будем тратить довольно много времени. Ну, и времени на то, чтобы их скачать и на них как-то обучиться. И было бы удобно хранить эти данные еще и на локальном сервере. Поэтому мы добавили такую часть пайплайна, как синхронизация облака и локального сервера. Расскажу немного про этот локальный сервер и про процесс обучения. Кроме самого обучения, нам часто бывает удобно просто посмотреть на эти данные. Ну, например, пришел какой-то баг, говорят в таком-то исследовании и его айтишник. И нам хочется сразу, ну, визуализировать его. И вот это вот в S3 идти, ну, неохота, запарно, и там что-то скачивать. И так как у нас все облако синхронизировано с этим локальным сервером, мы просто маунтим его по NFS. Да, и у всех имейльщиков есть доступ по NFS, вот, ко всем данным. И мы по локальной сети ходим и смотрим, когда надо. Ну, и всякие там аналитические работы можем сделать прямо вот здесь, в офисе. Не скачивая ничего с S3. Ну, и тем более свои жесткие диски не нагружаем. Вся информация, которая синхронизируется с облака, с него не удаляется. Но, так как это все-таки жесткие диски и одновременно у нас может крутиться до 8 экспериментов, может даже больше иногда, вот, то у нас появляется узкое горлышко, вот это как раз жесткий диск. Он не любит случайного доступа к данным, а он любит, когда все последовательно. Из-за этого появляется вот это узкое горлышко. И поэтому для самого процесса обучения мы добавили еще горячее хранилище, которое кэширует данные для экспериментов. То есть прогоняется первая эпоха. Она, правда, идет медленно, но, в свою очередь, она все сохраняет в кэше. И уже в следующей эпохе будут использовать этот кэш, и это ускорит обучение. А, ну, горячее хранилище у нас на SSD. Так как оно бы быстро забивалось, мы его автоматически удаляем после 7 дней без использования, ну, без использования какой-то определенной подпапки. Вот. Ну, окей. Про хранилище и его структуру проговорили. Вот она у нас есть, это хранилище и структура. Но хранилище не хранилище, если в нем нет данных. Давайте подумаем, как мы можем их туда положить. У нас есть несколько источников. Во-первых, это какие-то потоки из медицинских учреждений. Они сейчас у нас сохраняются тоже еще в одной базе пользователей. Второе, это наши разметчики. Они используют сервис супервайзеры и складывают, ну, и получается, мы должны выгружать этот супервайзерский формат. Ну, и третий источник данных, это открытые датасеты. Это может быть какой угодно формат. Их нужно положить. Вот. Было бы удобно иметь какой-то такой трансформатор, который автоматически берет эти данные с разных источников и в одном формате складывает в наше созданное хранилище. Подумав, что же хочется нам от ETL-фреймворков, мы выделили следующие пункты. Во-первых, это простая интеграция с источниками, про которые я говорил на прошлом сайте. А второе, это удобный мониторинг наших пайплайнов, так как, скорее всего, и будет довольно много. И вот хочется какое-то графическое устройство, чтобы следить за состоянием. Ну, и одно из, наверное, основных, это так как мы все питонщики, важно, чтобы этот фреймворк писался тоже на питоне. Мы начали экспериментировать. Начали скромно. Это стандартное угнетовское средство для периодических работ. Пишем пять цифр и команду, которую нужно исполнить. И потом оно начинает с какой-то периодичностью повторяться. Эти пять цифр как раз и указывают вот этот период. У нас до сих пор так работает автоудаление горящего хранилища. Пайплайны стали сложнее, они стали составными. Мы начали исследовать рынок и нашли, и выбрали стандартной индустрии, это Airflow. Вкратце, как он работает, это такой граф без циклов, где каждый узел графа представляет собой таску или питоновский код. Эти таски могут быть связаны между собой и как передаваться данные от одного узла к другому, так и просто передаваться управлению. И вот мы каждый пайплайн описываем таким вот графом. Эти графы могут запускаться, эти пайплайны могут запускаться как по какому-то триеру, так и просто по времени. Да, есть такой шедулер, который следит за всем этим выполнением. Их может быть очень много, каждый пайплайн может запускаться несколько раз. Я сейчас расскажу про такой стандартный наш пайплайн, ну такой, наверное, самый важный. Это выбор снимков, разметка их и складирование в нашу хранилище. Вот мы выбрали снимки. Мы выбираем либо сложные снимки, ну, во-первых, мы выбираем неразмеченные снимки и пытаемся из них выбрать самые сложные. Далее эти снимки мы сохраняем, ну вот просто в чистом виде в хранилище. Они там хранятся без разметки. Но и параллель мы отправляем эти снимки на разметку в супервайзле. Мы их отправляем туда не... Ну, мы отправляем в супервайзле не всю кучу снимков, а разделенные на паки. Ну, например, мы выбрали 1500 снимков и сделали три пака по 500. Почему по 500? Потому что так удобнее расплачиваться с разметчиками. Ну, как-то так вот экспериментально выработалось, что 500 снимков удобно размечать и получать у них оплату. Как мы создали три задания на разметку, каждый из этих пайплайнов отвечает за один пак. Вот тут мы видим, что два уже полностью исполнились. Значит, мы можем уже пойти в хранилище и воспользоваться разметкой и отправиться на обучение. Также видим, что третий пак еще не успел разметиться. Да, и у нас такая как визуальный мониторинг процесса разметки. И не нужно никуда заходить все в этом Airflow графическом интерфейсе. Также мы добавляем другие пайплайны. Например, автоматическая проверка качества разметки. Условно есть снимок маммографии и мы можем автоматически проверить, размечен ли на нем на снимке сосок. А мы знаем, что всегда сосок должно быть видно. Если он не размечен или не написано, что это брак, скорее всего какая-то здесь ошибка и нужно отправить на переразметку. И это мы все можем устроить в нашей pipeline, ну, в Airflow. Давайте сделаем остановочку и подытожим, к чему мы пришли. У нас есть справа хранилище, то есть структурка в Postgres. И сами вот тяжелые файлы, да и комы, хранятся в папочной структуре на S3. Также синхронизируются с нашим локальным сервером. А попадают в это хранилище данные из внешних источников посредством Airflow. Мы их как-то трансформируем к одному виду, возможно там еще чистим как-то дополнительно. Да, и вот они попадают у нас уже чистенькие данные в наш хранилище. Но что делать, если мы хотим написать какой-то дата-продукт, что-то, что используют эти чистые данные? Где найти адрес этого хранилища? Как нам получить доступ? Ну вот, чтобы не сильно заморачиваться над этим вопросом, мы решили воспользоваться кубернетисом, положить все туда и он уже эту проблему для нас решает. То есть мы там, например, настроим какой-то VPN. Если есть у человека VPN, то он нелегко сюда подключится, все развернет здесь автоматически. И тут будет крутиться дата-продукт. То есть там все адреса уже между собой найдутся. И вот так будет выглядеть итоговая наша дата-платформа. Первым делом, когда мы уже дошли до этого этапа, мы решили реализовать свою давнюю мечту, а именно по ID исследования отрисовывать само исследование. Так как стандартные средства визуализации здесь не работают, так как это все-таки дайком. Их нужно сначала перевести в JPEG и, ну, наверное, какую-то логику. Например, вот так выглядит у нас. Напишем ID. Рисуется само исследование. Отмечаем, разметку какого разметчика посмотреть. Она тут отрисовывается. Или приди к сетке посмотреть тоже галочкой. Ставим. И все это берется из базы данных и из хранилища. Все развернуто в этом кубере. Вообще другие команды тоже хотят подключиться к этому процессу создания датапродуктов. Например, вот первый на очереди это дашборд с метриками качества разметки врачей. Это вы можете посмотреть через несколько докладов в докладе Антона Краснова. Итак, давайте подытожим всю историю, как у нас происходило общение с данными. В самом начале мы, недолго думая, работали с каждым датасетом отдельно. Писали под каждый датасет свою обертку на питоне. Плюс ко всему мы это все еще хранили в облаке. Так как данный наш продукт, ну, часть нашего продукта, и мы не хотим их потерять. Второй этап. Мы все преобразовали в один формат, чтобы было с этим как-то однообразно, удобнее работать. Добавили версионирование. И чтобы не путаться в данных, использовали карточки датасета, где описывали, что хранится в каждой папочке. Ну, к чему мы пришли сейчас? Это дата-платформа, где у нас добавлена структура в виде базы данных. Также все тяжелые данные хранятся в папочной структуре и в облаке. Мы убрали много ручной работы посредством пайплайна FireFlow. И чтобы был удобный способ деплоя и доступа ко всем узлам, мы все это закинули в Kubernetes. На этом мы не останавливаемся. Кроме того, что будем добавлять новые дата-продукты, дата-пайплайна, мы хотим интегрировать эту систему. Кроме того, мы хотим добавить в эту систему всю информацию о бизнесе. Это, например, финансовую составляющую. Или для трекинга экспериментов используется ClearML. Ну и всю информацию об этом. Чтобы можно было создавать более сложные аналитические какие-то запросы и исследования. И принимать более взвешенные решения на основе данных. Также эту платформу мы хотим развивать как продукт. То есть и конечными пользователями это будут как раз все коллеги, все сотрудники нашей компании. Хотим облегчить доступ к данным и облегчить создание каких-то продуктов на основе этих данных. На этом я закончу. Готов ответить на ваши вопросы. Всем спасибо. Давай я задам вопрос. Давай, давай. Такой же, как мне задавали. Только ты ответь по поводу того, как бы ты, если бы ты с самого начала сейчас начинал, допустим, новый проект. Или если бы ты вернулся... Ну нет, лучше, если бы ты вернулся в прошлое. Ты сделал что-то по-другому. Хороший вопрос, мне понравился. Неплохой вопрос, но мне кажется, мне тоже близка эта концепция, когда делаешь все итеративно и не делаешь лишних движений. Вот только то, что требует ситуация. Вот ты сказал, что начал бы это движение в сторону платформы чуть раньше. А я вот не знаю, мне кажется, все как-то... Сама ситуация нас вынудила к ней прийти, и поэтому у нас сейчас есть в ней движение такое большое и быстрое. А если бы мы это как-то... Ну, ситуация не вела нас туда, может быть, это заняло бы больше времени, чем сейчас мы это как-то двигаем. Я думаю, все как развивается, так и должно развиваться. Так, а вот вопрос появился в YouTube. Вопрос Антону... Там на YouTube есть еще один вопрос, похожий, правильный. Давай. Так, давайте я могу задать. С чего бы ты начал платформу делать в идеале? Вопрос от Анастасии Мирошниковой. О, Анастасия, хороший вопрос. Ну, я уверен, что самое важное – это какое-то хранилище. И, конечно, какая-то база данных. Потому что если она есть, то... Сейчас я это до нее долистаю даже. Вот если есть какая-то структура, то пусть даже это будет неудобно с ней работать, но все потребности она закроет. И база данных – это как универсальный инструмент, все примерно понимают, как с ней работать. Да, вот, наверное, я бы начал платформу с хранилищем. А если говорить о перспективах, вот Наталья Артемова спрашивает, куда стремимся сейчас в тех аспектах? Я так понимаю, в аспектах дата-платформы или вообще работа с разметкой с данными? Ну, первое, мы хотим добавить какие-то дата-пайплайны. Ну, это как активное обучение, чтобы это уже все на сервере работало. Так, и покрыть потребности наших других команд – это, ну, первый приоритет. А второй – будем стремиться добавить всю информацию о бизнесе как-то в эту платформу. А если будет расти сильное качество данных, спрашивает Альберта, платформа выдержит? Например, если будет 10 теравейт данных в структуре, позволит это нормально работать с ними? Да, вот S3 тем и удобно, что оно такое, как очень гибкое и может само масштабируется. Сколько бы мы туда не загрузили данных, оно будет расти и расти, и они у нас в облаке. А база данных, в ней не хранится какая-то тяжелая информация, и она будет расти намного медленнее. Например, сейчас у нас несколько терабайт данных, и она весит всего полтора гигабайт. Ну, не очень много. Единственное, что, возможно, возникнут проблемы с нашим локальным хранилищем. Но там придется докупать, возможно, много докупать всякой памяти. Наверное, нужно будет тогда думать в сторону качества и избавляться от ненужных данных. Но не думаю, что это будет быстро. Так, ну понятно. У нас есть еще один вопрос. А готов ли следующий докладчик? Коля Филатов с докладом про чистку данных. Давай, я его позову. Так, ну ты можешь ответить еще на один вопрос, пока задерживаемся. Не очень сильно. Сами изображения планируется ли вы хранить в BD? Или только пути до изображений? И что делать, если кто-то переложит изображение в другое место? Если в BD хранится только путь? Ну, давайте по порядку. В базе данных, так как она реляционная, она не предназначена для хранения больших данных. Поэтому в ней мы не хотим хранить сами снимки. Мы думаем в сторону, скорее, хранения фичей в каких-то предрасположенных для этих 20 данных. Чтобы, например, был быстрый поиск по вот этим фичам. Что еще был вопрос? Что делать, если переложить с одного места на другое? Да. Ну, кажется, да. Ну, это решается таким образом. Вложить в хранилище могут только автоматические пайплайны. А у обычных пользователей, кроме админов, туда доступа нет. И поэтому мы как бы избегаем этой... Ну, просто запрещаем изменять структуру, грубо говоря. И таким образом решаем эту проблему. Ну, кстати, я тут лезу. Можно еще все равно на всякий случай добавить тесты. Какой-то пайпланчик такой же, который раз в N в месяц, не знаю, запускается. И если файла нет, то по айдишнику, дайкома в другом месте его, например, ищут. Можно такую дополнительную проверку добавить? Ну, да. Проверки будут неличными. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...